Уважаемые представители Латвии, пожалуйста, вам слово. Благодарю вас. Уважаемые дамы и господа, друзья и коллеги. В первую очередь, со стороны Латвии и лично от меня выражаю слова глубочайшего соболезнования всем тем, чьи близкие и родные погибли в авиакатастрофе. Во-вторых, огромное спасибо за данную мне возможность, как руководителю бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии, выступить на столь значимом международном форуме и предоставить вам информацию об опыте Латвии в предупреждении и борьбе с коррупцией. 24 года назад Латвия стала преобразовывать экономику от экономики социалистической стороны в рыночную экономику. Были проведены реформы в государственных органах, многие функции государство передало частному сектору, материальные ценности, когда-то принадлежащие государству, были приватизированы. Некоторые частные и должностные лица хотели извлечь личную выгоду из этих процессов. В результате коррупция стала значительной проблемой для Латвии. В 2000 году Всемирный банк в своем отчете указал, что в Латвии существует серьезная проблема – коррупция высокого уровня. Коррупция серьезно угрожала дальнейшему экономическому развитию страны, существованию правового государства и потере доверия общества к государственному управлению. Необходимы были активные и безотлагательные действия. Латвия предприняла их. Во-первых, в 2002 году был принят ряд нормативных актов, регламентирующих борьбу и предотвращение коррупции в Латвии. Во-вторых, в 2002 году было принято решение о создании в Латвии независимого бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, сокращенно КНАМ. Решение о создании независимого антикоррупционного бюро не было легким. Тогда и сейчас есть противники такому органу. Но это было стратегически важное и правильное решение – под одной крышей вместить функции предотвращения и борьбы с коррупцией, а также функции контроля за финансированием политических партий и просвещения общества. Создание антикоррупционного бюро Латвии и его эффективная работа – это доказательство желания Латвии систематически и упорно проводить антикоррупционную политику в государстве. С чего мы начали? Мы начали и продолжаем менять понимание и отношение общества, человека к вопросам коррупции. Для нас важно, выполняя наши функции, обеспечивать связь с обществом, информируя о нарушениях и преступлениях, вовлекая в дискуссии неправительственный сектор, организуя мероприятия и семинары для разных аудиторий. Вовлечение общества осуществляется посредством выполнения функций, возложенных на антикоррупционное бюро Латвии. Во-первых, в сфере предупреждения коррупции бюро разрабатывает среднесрочные документы политического планирования, координирует сотрудничество учреждений, бюро анализирует нормативные акты и проекты нормативных актов, инициирует изменения в них с целью уменьшения возможности коррупции и предотвращения коррупционных рисков. Во-вторых, антикоррупционное бюро Латвии контролирует соблюдение должностными лицами запретов и ограничений. Констатируя эти нарушения, бюро привлекает виновных к ответственности. В-третьих, антикоррупционное бюро Латвии уполномочено проводить следствие и оперативную деятельность с целью раскрытия коррупционных преступлений в государственном управлении. В-четвертых, антикоррупционное бюро Латвии контролирует соблюдение политическими партиями правил финансирования их деятельности. В случае выявления таких нарушений привлекает виновных к ответственности. При констатации определенных нарушений бюро принимает решение о прекращении государственного софинансирования политическим партиям. Антикоррупционное бюро Латвии, выполняя свои обязанности честно, добросовестно, объективно, независимо и придерживаясь принципа, что все должностные лица, независимо от их статуса, а также все политические партии, независимо от их политического влияния, равны перед законом, добилось того, что внутренние социологические опросы показывают, что уровень коррупции в Латвии уверенно снижается. В декабре 2014 года Transparency International из 175 стран Латвию определила на 43 место с 55 пунктами. С 2011 года Латвия поднялась на 18 мест и 13 пунктов. Латвии таких результатов удалось добиться благодаря также международной поддержке, рекомендации таких уважаемых организаций, как Организация Объединенных Наций, ОСР и Греко, дает импульс и силы порой жестко отстаивать интересы общества в борьбе с коррупцией. Что касается внедрения Латвии Конвенции ООН против коррупции, то в общем правовое регулирование в Латвии признано соответствующим требованием Конвенции Объединенных Наций. Затрагивая тему международного сотрудничества, хочу отметить важность объединения усилий для борьбы и предупреждения коррупции. Эти антикоррупционные бюро Латвии очень активно в создании двухсторонних и многосторонних отношений с антикоррупционными агентствами других стран. С целью обменом, опытом, реализацией проектов по повышению квалификации работников, внедрению инновационных технологий, усовершенствованию технического обеспечения. Здесь особо хочу отметить сотрудничество антикоррупционного бюро Латвии с бюро Европейской комиссии по борьбе с мошенничеством ОЛОФ, а также с антикоррупционными агентствами Литвы, Польши, Эстонии и Молдовы. Антикоррупционное бюро Латвии, выполняя взятые на себя международные обязательства, в том числе обязательства Конвенции ООН против коррупции, активно и со всей ответственностью исполняет просьбы о международной правовой помощи. За последние полтора года антикоррупционное бюро Латвии как выполнило, так и направило большое количество просьб о международной правовой помощи. Нельзя, используя возможность, я хочу от себя лично и от следователей Антикоррупционного бюро Латвии отдельно поблагодарить за профессиональное сотрудничество такие страны, как Германию, Гренаду, Испанию, Литву, Российскую Федерацию, Соединённые Штаты Америки, Украину, Чехию и другие страны. Закончить своё выступление я хочу с призывом к более тесному и ответственному сотрудничеству как в борьбе, так и предотвращении коррупции. Отмечу, что у коррупционных преступлений нет границ. Ещё раз благодарю Организацию Объединённых Наций за предоставленную возможность всему миру озвучить опыт Латвии в борьбе и предупреждении коррупции, а также выразить слова благодарности Российской Федерации за организацию конференции и гостеприимства. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Продолжение следует...